Всем привет! Пару дней назад разработчики Atomic Heart побывали на шоу «Кстати», ведущими которого являются Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. Гейм-директор студии Manfish Роберт Багратуни рассказал про вторую часть, про финансовый успех и много чего еще интересного. Также гостями шоу стали финансовый директор компании Евгения Седова и исполнительница роли близняшек Анита Пудикова. Помимо этого разработчики наконец-то выпустили вторую часть треков игры. А мне пришла долгожданная книга о предыстории Atomic Heart. Обо всем этом сегодня и поговорим. Сейчас в нашей стране стало проблематично пополнять счет в популярных сервисах и покупать игры. Но нам поможет Case for Gamers. Это торговая площадка, где вы сможете покупать и продавать игры. В том числе горячие новинки, подписки, ключи и аккаунты на разные платформы. А также пополнять Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, Amazon и iTunes. Продавца вы выбираете сами по лучшей цене и рейтингу. Помимо этого Case for Gamers предлагает более 300 способов оплаты. Банковские карты, кеви-кошелек, криптовалюты и так далее. Так что совершить покупку вы сможете без каких-либо проблем. А мой промокод AlamertMovie подарит вам скидку в 10% на любой товар. Так что переходите по ссылке в описании и сделайте себе подарок. Итак, недавно в ВК-видео стало выходить шоу «Кстати» формата Late Night Show. И во втором выпуске гостями стали разработчики Atomic Heart. Максим Зацепин, он же Роберт Багратуни, геймдиректор студии Manfish. Его коллега Евгения Седова, заведующая финансами. А также Анита Пудикова, которая подарила движение знаменитым близняшкам. И вот что любопытного было сказано. Как мы видим, даже сам директор подтвердил черновую разработку Atomic Heart 2. А это значит, никаких огромных перерывов ждать не стоит. Вероятнее всего, после релиза четвертого дополнения к первой части, студия тут же пустит все силы на разработку сиквела. Также, наконец-то, разработчиками был подтвержден и финансовый успех первой части, что еще больше приближает дату выхода второй. Разбогатели? Отбилась игра или коллекторы стучатся в двери сейчас? Вполне. Ну, вы довольны, а Роберт доволен? Пипец как доволен. Также ходили слухи, что изначально автор идеи, а ныне арт-директор студии Артем Галеев, хотел снимать фильм по Atomic Heart. Но позже Роберт убедил его сделать именно игру, аргументировав это так. Компостировал в мозги, короче, что вот надо делать игры. Короче, вот прям, если вот прямо сейчас туда не залезть в эту тему, то потом будет очень жалко, обидно, что мы потеряем такую возможность. И мы что-то вот мусолили так долго, а потом пришли к выводу, что в принципе почему нет? Позже к команде присоединилась Анита Пудикова, исполнительница ролей-близняшек. И в первую очередь поведала о том, как попало в проект. Мы смотрели специально вот разных балерин, написали какого-то количества людей, вот, у нас был такой кастинг. Ребята нашли меня через социальные сети, вот, собственно, так мы и познакомились. История достаточно простая. Ну и, конечно же, поговорили о Славе Аните после выхода Atomic Heart. Анита, какой фидбэк после игры у вас? Ну, самое интересное было заходить на... Ну, я представляю, сколько там дров... Мой любимый, это у моей руки сегодня праздник. Это был я. Также из интересного ведущим подогнали мерча, который для простых смертных так еще и не доступен. Кроме часов за 50 тысяч. Да, собственно, ты и все. Подводя черту, делаем вывод, что Atomic Heart 2 не за горами, авторы купаются в деньгах и все любят Аниту Пудикову. Вот так вот. Переходим к следующей новости. Студия Manfish выпустила вторую часть саундтрека из Atomic Heart. Сборник доступен на многих платформах, включая YouTube. В подборку вошли 32 композиции под авторством самого Мика Гордона, Джеффри Дея и Андрея Бугрова. Многие жаловались, что второй сборник был скуден на ремиксы популярных советских песен. И по большей части состоял из авторской музыки, написанной специально для игры. Однако лично мне второй пак зашел, ремиксов хватило и в первой части, но кузнечик топ. Ну, как я и говорил в начале ролика, мне наконец-то доставили книгу-предысторию сюжета Atomic Heart. Я еще не читал никакие отзывы, ни комментарии, но лично мне очень нравится. На данный момент я прочитал пока что где-то десятую часть, наверное. Пока лишь поделюсь в целом мнением. Написано классно, лора дофигища, предыстории главных героев Atomic, политика, Москва, Сталин, альтернативная вторая мировая. Только я не понял, в мире Atomic существует два приближенных к Сталину Молотова? Исторический Вячеслав Молотов и выдуманный Егор Молотов? Или там есть только один Молотов? В общем, поясните, пожалуйста, я в танке. Я постараюсь в ближайшие дни дочитать эту книгу и выпустить по ней несколько роликов. А вы уже дочитали? Делитесь мнением в комментариях, только давайте без спойлеров, потому что многим она еще не дошла. Ну и кстати говоря, уже лето, а значит дополнение нам осталось ждать меньше трех месяцев. Надеюсь, в июне нас будет ждать полноценный трейлер DLC. Ну а на этом, думаю, пока все. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте, присоединяться к чату. Там мы обсуждаем всякие новинки, болтаем, делимся мыслями и так далее. Также, если понравился ролик, ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был Аламерт и всем пока!